Магистр телеигры «Что, где, когда» Магистр телеигры «Что, где, когда» В августе 2010 года Максим Паташов избран президентом Общероссийской общественной организации Федерация спортивного бриджа России Был дважды женат, воспитывает двух сыновей и дочь На протяжении уже многих лет наше любимое телешоу начинается с фразы, что наша жизнь – игра А скажите, что для вас эта игра и какое место она заняла в вашей жизни? Ну, вы знаете, игра уже занимает большое место в моей жизни, никуда от этого не деться Уже больше четверти века я этим занимаюсь И уже не просто привычка, это уже образ жизни, который отнимает очень значительную часть свободного времени Я, правда, стараюсь следить за тем, чтобы не в ущерб работе это происходило Потому что знаю массу грустных примеров, когда люди заигрывались до такой степени, что игра заполняла их жизнь целиком И этого мне больше не хотелось То есть вы гармонично это все сочетаете? Пытаюсь Хорошо Максим Аскарович, а как давно состоялась ваша самая первая игра? Помните ли вы ее? Ну, в элитарном клубе телевизионном, да, в 1994 году летом была первая игра И, пожалуй, из всех моих игр это единственное, которое я как-то помню Вы в тот, в самую свою первую игру блеснули, то есть сразу себя проявили, поняли, что вы на своем месте? Да Хорошо, Максим Аскарович, помните, возможно, за вашу долгую карьеру именно в телевизионном шоу Какой-нибудь вопрос, который поставил вас в тупик или который вы приводите, возможно, в пример? Нет, не помню По двум причинам Во-первых, у меня вообще очень плохая память А во-вторых, я за свою жизнь сыграл, наверное, не одну тысячу вопросов Если бы я все их запоминал, наверное, сошел бы с ума Поэтому вопрос я забываю сразу после того, как оглашается ответ Скажите, вот вы не только часто отвечаете на вопросы, но и сами составляете их Это, скажите, происходит спонтанно как-то или это трудоемкий процесс, которому вы посвящаете какое-то определенное количество времени? Это довольно сложный процесс Сама идея вопроса обычно приходит в голову спонтанно, но, естественно, для нее всегда есть какой-то толчок Либо в книжке что-то прочитал, либо там сервизор увидел, либо просто вот вдруг откуда-то пришло в голову Но дальше есть серьезная работа по формулированию вопроса, по приданию ему эстетической формы Потому что к вопросу, вообще говоря, есть довольно серьезные требования, которые не так просто соблюсти Потому что вопрос должен быть, с одной стороны, интересным Что это такое, правда, все понимают по-разному На мой взгляд, к нему должен быть некий парадокс, некая игра ума Должна быть обязательно внутренняя логика И он ни в коем случае не должен требовать каких-то специальных знаний То есть человека к правильному ответу могут привести не только его накопленные опыты, багаж знаний, но и интуиция, да? Обязательно, вообще игра это сплав логики, фантазии, интуиции, ну и все-таки, конечно, неких фоновых знаний Но, с моей точки зрения, важно, чтобы, с одной стороны, вопрос не превращался в ребус для ответа, на который вообще никакие знания не нужны Но, с другой стороны, чтобы знания, которые нужны, они не были какими-то узкими, специальными, чтобы хватало общего кругозора в пределах средней школы Максим Аскарович, подскажите, вот у нас сейчас есть уникальная возможность, на мой взгляд, приоткрыть эту небольшую завесу тайны Как можно попасть в интеллектуальное казино, что, где, когда? Допустим, есть группа людей, которые, как они думают, что интеллектуально развитые И хотят проявить себя и показать, возможно, всей России, всему миру Что им делать? Как попасть? Ну, на самом деле, это очень сложно Действительно, потому что, как вы понимаете, умных людей в России много тысяч А, собственно, мест за этим круглым столом в элитарном клубе не очень много Тем не менее, постепенно там происходит обновление Каждый год появляются какие-то новые команды Интересные, молодые В основном, это люди, которые имеют уже опыт игры в спортивную разновидность Что, где, когда Это целый отдельный мир, где проводятся свои турниры, чемпионаты От детских чемпионатов до чемпиата мира И в основном туда попадают люди вот с таким опытом Которые себя проявили, на которых обратили внимание редакторы Представляющие съемочную группу Они еще должны показаться при этом достаточно фотогеничными, яркими, эмоциональными и так далее То есть условий много Но вот как раз в этом году появилась такая уникальная возможность Был проведен отбор среди команд трудовых коллективов По-моему, насколько я знаю, в нем участвовало несколько сотен таких команд Со всей России Да, со всей России Из самых разных компаний И крупных, и мелких И вот одна из них, не буду говорить какая Сохраню интригу, сыграет Насколько я знаю, в осенней серии Есть надежда, что в следующем году тоже такой отбор будет И это, в общем, дает хотя бы Небольшой, но шанс всем желающим Себя проявить Вот что касается летней серии игр Которая сейчас у нас проходит Завершилась Завершилась вот в это воскресенье А скажите, был ли ваш фаворит в этой серии игр? Да, мой фаворит вчера проиграл Проиграли, да? Вчера ребята, которые как раз таки были вашими фаворитами Хорошо Максим Аскарович Подскажите, вы вот в наш город приехали с обучающим семинаром Под названием «Принятие решений и развитие интеллекта» Скажите, а самому вам как дается принятие этих решений? В жизни, в карьере? По-разному Решения вообще в жизни принимаются очень разные Причем и характеры их разные Есть решения, которые принимаются в быту В личной жизни Есть решения, связанные с бизнесом, с работой Есть решения глобальные, есть решения точечные И для разных решений есть разные критерии, разные подходы Но при этом есть некий общий алгоритм принятия решения Которым я как раз на своем семинаре буду долго и подробно рассказывать И как раз с моей точки зрения уникальность этого алгоритма Достаточно простого на первый взгляд Заключается в том, что он применим почти ко всем ситуациям Почти ко всем ситуациям И несмотря на кажущуюся простоту Есть довольно много подводных камней Есть много сложностей, которые полезно понимать Для того, чтобы применять этот алгоритм максимально эффективно И это, собственно, основная тема моего семинара Наш город Саратов, это не первый в списке ваших городов Которые вы посещаете с семинарами Скажите, какой в основном контингент посещает Это мужчина, женщина, в каком возрасте И это те люди, которые уже чего-то добились в жизни Или только стоят на самой первой стороне Вы знаете, у меня, во-первых, это зависит очень сильно от темы Моих семинаров, у меня их довольно много Есть семинары достаточно профессионального характера Связанные с маркетингом, с клиентским сервисом, с продажами и так далее И туда, конечно, приходят люди, которые так или иначе заинтересованы этой темой Что касается конкретных семинаров по технике принятия решений Он самый универсальный, я бы сказал Потому что он проводится и в корпоративном формате для каких-то крупных компаний Действительно крупных таких, не знаю Газпромнефть, Проктернгемл, Джонсон и Джонсон, Тойота и так далее Такие среди моих клиентов А есть он же в открытом формате И тогда приходят самые разные люди Именно потому, что, вообще говоря, эта тема, она универсальна, как я уже сказал Она применима и для частной жизни, и для бизнеса Поэтому мужчины и женщины примерно поровну И возраст самый разный, и профессии тоже самые разные Интересно, адаптируете ли вы свой семинар под тот или иной регион В зависимости от того, что там где-то больше сельхозпроизводительных Где-то, не знаю, что-то другое Нет, как раз Не универсально Да, те вещи, которые я рассказываю на семинаре, они универсальны Когда я работаю с компаниями, да, из того или иного сегмента бизнеса Тогда, конечно, есть некая подстройка под отрасль, под специфику Под то, что конкретно людей интересует А что касается открытого формата То, в общем, все-таки более или менее Все люди в нашей стране от Владивостока до Калининграда Я и там, и там недавно был Несмотря на региональную специфику Все равно примерно живут и дышат одним и тем же Ваш семинар пройдет 29 июня И подскажите, когда ждать нам следующего вашего прибытия в Саратов? Вы еще не уехали, но все-таки хочется для того, чтобы наши телезрители посмотрели И уже записались на следующий, возможно, семинар Ну, трудно сказать, не знаю Жизнь покажет, но пока вот получается примерно раз в год Раз в год посещаете? Хорошо Подскажите, Максим Акскарович, вы впервые у нас в Саратове? Нет, далеко не впервые Далеко не впервые? Здесь я уже был и проводил семинар на ту же тему, правда, чуть-чуть в другом формате А вообще, наверное, был уже раз в восемь в нашем замечательном городе Мне здесь нравится Нравится? А поделитесь впечатлениями вот человека такой величины, не побоюсь этого слова Интересно услышать, как вот вы увидели Саратов, возвращаясь к нему в восьмой раз Приезжая к себе, а домой вы говорите Я был в Саратове, там так здорово Или же наоборот? И почему? Ну, вы знаете, вообще я многие российские города люблю И когда они редко приезжают домой, я привожу с собой какие-то негативные впечатления Вот, но Саратов один из самых приятных городов Мне очень нравится пешеходный центр Да, там последние годы появившись Естественно, замечательная Волга Обязательно дойду до набережной Вот, поэтому, да Даже аэропорт за последние годы резко получал А совсем скоро у нас будет еще и новый Да Где будем также рады вас приветствовать Максим Аскарович, а подскажите, пожалуйста, вот в процессе вашего семинара Вы же не только, я думаю, рассказываете людям В коем случае Еще идет прямое общение Обязательно, да Я стараюсь сделать так, чтобы семинар не превращался ни в коем случае в лекцию Он проходит в режиме диалога Хотя, конечно, есть какие-то вещи, которые я рассказываю и показываю обязательно Но есть и разные вопросы, эксперименты, с которыми я обращаюсь к аудитории И есть даже задачи, упражнения, которые я им предлагаю Поэтому обычно, ну, бывает по-разному, знаете, я вам такую историю расскажу Я проводил не так давно тренинг для одной компании Не буду ее называть, даже не буду говорить, из какой отрасли И впервые столкнулся с тем, что не получаю вообще никакой обратной связи Вообще никакой реакции на шутки, на какие-то задачи, которые я предлагаю Люди совершенно не реагируют Что-то для меня удивительно, потому что я, в общем, уже достаточно давно этим занимаюсь И хорошо знаю, в каком месте какая реакция должна быть Обычно не ошибаюсь Тут вот что-то странное Я, когда закончил, все-таки выяснил у организатора, в чем дело Мне объяснили, что там присутствовал генеральный директор компании А в его присутствии люди вообще боятся вздохнуть Ну, поэтому так тоже бывает Но я думаю, что уж на открытом тренинге такое точно не получится И будет прямой диалог Подскажите, Максим Аскарович, за время вашей долгой карьеры А я имею в виду именно связанные с семинарами Часто ли вы получаете обратную связь от довольных людей Которым действительно помогли в жизни ваши советы, ваши семинары? Вы знаете, даже неожиданно несколько для меня Действительно получаю довольно много всегда отзывов с благодарностью С рассказом о том, как люди применяли те методы, которые я рассказываю затем в своей жизни И что им это принесло Ну, естественно, бывают и критические отзывы Они для меня тоже очень важны и полезны Потому что заставляют работать над собой, что-то менять Я тоже стараюсь учиться постоянно И в частности, в рамках общения с аудиторией на семинарах Тоже многому учусь у них Столько работы, путешествия по городам, проводя семинары Скажите, остается ли время на отдых? И как вы отдыхаете? Вы знаете, у меня редко бывает время именно на отдых Но, честно говоря, я не очень в этом нуждаюсь Потому что, как известно, лучший отдых – это смена обстановки А мне этого хватает, я очень много путешествую Это образ жизни не для всех подходящий, местами непростой Но, в общем, я его сам выбрал Мне он подходит, я им доволен Максим Аскарович, мы по традиции всем телезрителям От главного гостя нашей телепередачи Хотели бы, чтобы вы пожелали в камеру что-нибудь саратовцам, возможно Ну что, дорогие сараты, что вам сказать Живем мы сейчас в довольно непростое, но интересное время Время, когда нужно запастись терпением И очень внимательно следить за теми возможностями Которые перед каждым из нас открываются И постараться их не упустить Так что желаю вам терпения и удачи А я напомню, что сегодня у нас в гостях Был магистр телеигры «Что, где, когда» Максим Поташов До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин